Государство уделяет большое внимание поддержке детского творчества. Не менее ценными представляются первые шаги молодежи в сфере искусства, образования и культуры. В областной библиотеке имени Пушкина состоялась презентация книги самого юного писателя Восточно-Казахстанской области, 10-летнего Яролы Пазылбекулы. Мальчик с 4 лет проявлял любовь к наукам и уже сейчас может по праву гордиться первым литературным трудом. На презентации первой книги юного автора собралось немало людей. Талантливого мальчика поздравили представители старшего поколения и дали напутствие, чтобы на литературном поприще писателя непременно ожидали успех и признание. Это очень талантливый ребёнок. Даже названия его сказок довольно интересные. Теперь мы будем читать произведения Яролы. Я уверена, что в будущем он станет знаменитым писателем. Яролы Пазылбекулы родился в Искаменогорске. Уже в четыре года одарённый мальчик обучился чтению и с тех пор прочёл немало книг. Сейчас он учится в четвёртом классе. В копилке Яролы призовые места заняты в нескольких республиканских и областных конкурсах среди одарённых детей. Первый сборник сказок Яролы, который был представлен широкой публике, включает в себя вдумчивые и трогательные произведения, рождённые детским воображением. На написание одной сказки у меня уходит 10-11 минут. С детства я любил рассказывать смешные истории из моей жизни. Когда мне исполнилось 8 лет, я подумал, почему бы не написать рассказы для других людей. Тогда я написал первую сказку. Она заняла первое место в конкурсе, организованном библиотекой имени Пушкина. Тогда мы с мамой начали писать и другие сказки. Конечно, в творчестве сейчас мальчику помогают старшие, ведь без мудрого совета не овладеть искусством слова. Но юный автор схватывает всё на лету, и наставники видят в нём большой потенциал. Первая книга тому доказательство. Особенно интересна она будет, конечно же, сверстником Яролы, ведь он описывает в своих произведениях всё, что окружает ребёнка в его привычном мире. Школьная жизнь, взаимоотношения с ребятами, а также не забывает затрагивать и глобальные темы, например, экологию. Анна Коцарева, Арая Ливда, Витала Кызы, Асхат Ордебаев, Алтаек Парад.